11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». В студии Анна Лапшина и... И Владимир Сметанин. Добрый день. Вот каждый сам себя представил, да? Желаем вам хорошего дня. 8 февраля, сегодня четверг. Отличная погода, не холодно. Самое время поговорить о любви. Что мы будем делать во втором часе? К нам придут в гости представители Кировского театра «Кукол». Там проходит фестиваль «Семь историй о любви». Это семь замечательных спектаклей. Со 2 по 15 февраля все это там происходит. Поговорим о том, насколько это интересно. И я думаю, что семейные спектакли, они очень полезные, душевные. Так что будем вас туда приглашать. Ну, а в первом часе у нас совершенно серьезная тема. Сейчас Аня ее представит. Но мы тоже будем говорить о любви в некотором смысле. О любви к хорошей, качественной жизни. Будем говорить о том, как поменять свою управляющую компанию, сделать правильный выбор, как не ошибиться, как не оказаться там вовлеченным в некие игры между управляющими компаниями различными. Вот. И у нас в студии трое гостей. Это Михаил Назаров, руководитель ТСЖАВИТЕК. Добрый день. Михаил Васильевич. Добрый день. Сергей Исупов, руководитель управляющей компанией «Город». Здравствуйте. Добрый день. Ну и Андрей Воробьев, наш постоянный эксперт и эксперт общественной палаты Кировской области, руководитель автономной некоммерческой организации «ЖКХ-эксперт». Вот так. Добрый день. Андрей нам в очередной раз будет помогать все это разруливать. Ну, тут история-то еще в том числе и личная, да, с подачи, собственно, нашего главного редактора, Светлана Занькова. У тебя тоже есть своя история, да? У нас есть история в доме, где живет моя мама, но, к сожалению, я не знаю подробностей. Я знаю, что меняют компанию, управляющую Ленинского района, на какую-то другую компанию. Вот. И не очень понятно, каким образом это произошло, потому что в нашем подъезде, например, кого моя мама не спрашивала, никто не подписывался за, но, тем не менее, вот уже и суды прошли, и прочее, и вот. И мы теперь, у нас теперь новая управляющая компания. Ясно. Ну, да, продолжу с подачи, собственно, нашего главного редактора, Светланы Заньковой. Ее родители, уж так честно, честным быть, живут на Романа Ердякова-16. Такой известный дом, заметный. Вот. И там Октябрьская управляющая компания. И жители изъявили желание сменить управляющую компанию, перейти под управление УК-25+. Так называется эта управляющая компания. Вдруг там объявилась еще одна управляющая компания под названием Промус, которая тоже туда желает зайти. И вот какая-то, видимо, информационная война там началась. Вот я сейчас в руках держу бумаги, которые разослали по почтовым ящикам жителей этого дома. Вот одна такая, анонимка. На мой взгляд, безграмотная. На наш дом хочет зайти управляющая компания УК-25+. Прям зайти, сесть сверху, да, и раздавить. Этой компании всего два года. А она уже попала в скандальные ситуации с подозрением на мошенничество. В прошлом году жители дома по Чернышевскому-18 выбрали как раз вот эту управляющую компанию. А в конце года по запросу жильцов дом новостройка проживает много молодежды, юристов и бухгалтеров. Такое уточнение. Был запрос о годовом отчете по выполненным работам. Результат проверки. Оборудование мусорки. Мусорная урна, наверное, да? Нет, думаю, что, может быть, речь идет о контейнерной площадке. 32 тысячи рублей. Промывка теплообменника при подготовке к отопительному сезону 16 тысяч рублей. Далее выяснилось, что оборудование мусорки обошлось УК-25 плюс в 4 тысячи рублей. То есть в 8 раз накрутка. А промывка теплообменника вообще входит в перечень обязательных услуг. Итог печален. Прям слеза покатилась. Дом по адресу Чернышевского, 18, не может открыть свой индивидуальный счет по капитальному ремонту дома. Так как после грабительских действий Октябрьского района УК и УК-25 плюс долг в больших долгах. Я же говорю безграмотно на виду. Дом в больших долгах. В общем, вот Андрею сейчас передаю. Есть еще и другая бумага по адресу, дом по адресу Ердякова, 16. Это от УК-25 плюс, небось. В адрес других управляющих компаний. Нет, мне кажется, это от Промус все-таки уже. Бюллетень очно-заочного голосования собственника в помещении многоквартирного дома, расположенного по адресу Киров-Ердякова, 16. Это надо там вписать. Один из главных пунктов. Выбрать уполномоченным лицом на заключение подписания договора управления от имени собственников САО УК «Промус» Бориса Яковлевича Кулдова. Квартира 101. Вот о чем это все говорит, Андрей? Что это такое? Это вообще можно рассылать по почтовым ящикам? Я вижу, что тут идет просто простое переголосование одного дома и переход в другую управляющую компанию путем, так сказать, добровольного захвата дома. То есть, добровольное... Что значит добровольный захват? Добровольное – это когда дом голосует, но, получается, голосует сам и не знает за что. То есть, здесь 11 вопросов, и суть их сводится к тому, что дом должен перейти в управляющую компанию «Промус». При этом здесь уже утверждена плата за содержание общего имущества 19 рублей 83 копейки. При этом, если эти люди на доме даже не были и не видели, что нужно, какие работы необходимо сделать на доме, каким образом они посчитали этот размер платы. То есть, просто идет переголосование без какого-то участия собственников. Если здесь появятся какие-то подписи, то эти подписи будут точно переделаны в пользу новой управляющей компании, даже если собственник проголосовал против. Что значит переделаны? Ну, не секрет, что многие недобросовестные управляющие компании мало того, что подделывают подписи жильцов, но еще и используют существующие подписи в ранее полученных протоколах для создания новых. То есть, подождите, они там по образцу, что ли, вот фальшивые подписи ставят? Так ведь это противозаконно. Это противозаконно, но, к сожалению... Собрания не было, а подписи есть. Это Михаил Васильевич, руководитель ТСЖ ВИТЭК подключается. Да, и вот такие истории есть, и, к сожалению, процедура признания протокола ничтожным или недействительным, она только в судебном порядке предусмотрена. У нас контрольные органы, например, Государственная жилищная инспекция, неуполномочена проводить своими силами проверку подписей, хотя такое право у них в соответствии с жилищным кодексом есть. То есть, они вправе привлекать экспертов. То есть, они могут привлечь, например, вот у нас при Министерстве юстиции Российской Федерации есть подвесное учреждение, которое занимается проверкой и проведением подчерковической экспертизы. Ну, то есть, графологи там работают, да? Да, то есть, жилищная инспекция может их привлекать, почему нет, но не делая от этого. Вообще, на самом деле, мне кажется, обычному человеку совершенно непонятно, куда ему убежать и у кого вообще просить протокол общего собрания. Я бы рекомендовал вот на месте жильцов, если они получают такие бюллетени и не видели ни разу представителей новой управляющей компании, их просто выкидывать. Ну, здесь, на самом деле, я так понимаю, что указан один из жителей дома, если я запомнила верно то, что читал Володя, да, то есть, там номер квартиры и человек указан. Ну, написано, что по инициативе собственника Кулдова Бориса Яковлевича, но узнать, кто собственник квартиры 101 или любой другой, не составляет никакого туда. Ну, да, пойти постучаться и спросить, что происходит. Не обязательно стучать, да, то есть, можно заказать выписку из Росреестра и любого собственника здесь написать, ягодо, по его инициативе. Это стоит относительно недорого для управляющей компании, поэтому выглядит всё очень правдоподобно. Хотя, на самом деле, этот собственник может вообще не знать, что по его инициативе проводится это общее собрание. Боже мой, ужас какой. Или бывают случаи, когда просто находят одного собственника в доме, который, как правило, является либо должником, либо каким-то таким активистом, гиперактивистом, и говорят, давай вот мы тебе там даём какую-то денежку. Ему плюшки обещают какие-то, да? Или плюшки, или закрывают долги, или что-то ещё, и говорят, давай ты будешь как бы помогать нам. И так как у тебя авторитет, например, в доме есть, будешь всем говорить, что переходи к нам. У меня вопрос, как это закрывают долги? То есть, они за него платят, что ли, получается? Они просто не предъявляют ему, например, какую-то сумму. Нет, но если он сначала в одной управляющей компании, а приходит другая и говорит, а давайте вот вы к нам, и как-то вот сговорите соседей ваших. Например, они ему говорят, мы с тебя целый год не будем деньги собирать. А, вот так, да? Понятно. Так это в итоге приличная сумма, получается. То есть, вариантов очень много, но, как правило, вот что происходит сейчас в аналогичных домах, например, там на Юго-Западе, на Волково сейчас идёт переголосование из управляющей компании крупной. Дома переходят, собственники даже не представляют, что они будут потом платить уже совершенно другой управляющей компании. Они даже не знают, что проходит какое-то голосование здесь. Я вижу аналогичную историю. И, соответственно, я думаю, что скоро это как раз закончится, какой-то новой управляющей компанией и новыми спорами в судах между старой и новой. Андрей, прости, вот я сейчас Сергея Викторовича хочу спросить. Не привирают случайно Андрей Воробьев, тут не сгущает краски? Давайте вы на этот вопрос уже ответите после небольшого перерыва. Вот это активно в перерыве, тоже беседа Сергея Юсупов, Михаил Назаров и Андрей Воробьев у нас в гостях. Сергей Викторович, что действительно всё так вот непросто. Да, действительно, это так. У нас вот совершенно недавно был случай подобный. Там, скажем, дом перешёл в нашу управляющую компанию от старой. И на момент судов мы фактически тоже столкнулись с тем, что у нас были подделки протоколов. Это всё доказали в суде. Но через какое-то время старая управляющая компания находит... Можем её озвучить? Это ООО «Вятку Ют». Они находят должника, фактически которого не могли найти приставы. Соответственно, делают её инициатором собрания. И проводят от его имени собрание, что он инициировал. Что мы хотим остаться со старой управляющей компанией? Перейти обратно. Перейти обратно в старую управляющую компанию. Слушайте. А вот как понять, этот человек мотивирован или не мотивирован? Что казачок засланный. А понимаю, чём вопрос. А его вообще же не нашли. Потому что, смотрите, так получилось, что дом очень дорожный. И на тот момент, когда к нам пришёл протокол этого собрания, мы связались с председателем. Председатель говорит, так ведь не было никого собрания. Никто нигде не ходил. Быстренько обижали всех собственников. Большинство собственников, более 60% всех собственников обижали. Они говорят, нет, никого собрания не было. Никто не приходил. Даже билетей не было ничего. Вот чём вопрос. И, соответственно, было фактически собственниками подано исковое заявление в суд. На сегодняшний момент суд первой институции у нас прошёл. Приздан протокол. Недействительно. Да, недействительно. Не имеющим права впоследствия никаких. Вот всё. И это всё через суды? Только через суды. А сколько это всё занимает по времени, Андрей? Это судебные тяжбы. Это очень долго. И вот я знаю историю как раз управляющей компании «Город», когда просто дом на Октябрьском проспекте 22, известный, показывали в сюжетах и в СМИ. Там, где фасад стоит на подпорках, деревянных подпорках. Стена, где пошла. Да, где стена падает. То есть этот дом просто перекинули по поддельному протоколу новой управляющей компании, которая и знать не знала, что... Теперь у неё ещё один дом в управлении. Ну да, интересная история произошла. Слушайте, о боже мой, что происходит вообще? Это ваша управляющая компания? Да, да, да. Нам пытались также вот компания... УК «Город» напомнил. Да, да, да. Также компания «Овятка Уют». Фактически у них телодвижения начались после того, как к нам отголосовали от них два дома. Да, они начали инициировать, видимо, скорее всего, ну, как я предполагаю, инициировать собрание какое-то по поводу перехода дома Октябрьский 22 в нашу управляющую компанию. Да, и началось это где-то в майские праздники, когда начали звонить после праздников, люди говорят, а вот у нас из управящей компании «Овятка Уют» перенаправляют вашу компанию, что мы к вам перешли. Ну, я, конечно, удивился, посмотрел, скажем, залезли на сайт управящей компании «Овятка Уют» и обнаружили там протокол. Очень удивились, конечно же, пришли... У меня переехал на дом Октябрьский 22, нашёл собственников, с ним поговорил, говорю, а как это произошло, никто не в курсе. Говорили, что какие-то люди ходили, какие-то бюллетени давали, кто-то там расписывался, кто-то, кто-то нет. Но предлагали, видимо, собственникам подписать, кто там председатель, секретарь, но с теми людьми, которые разговаривали, мы отказались, потому что мы не в курсе ни о чём. Соответственно, собственникам помогли обратиться уже в жилищную инспекцию, потому что... И они остались в старой управляющей компании? Да, и на сегодняшний момент, да, они в старой управляющей компании остались. Ага, то есть вот такая есть ситуация. Есть ситуация, когда дом заманивают в новую управляющую компанию, а есть наоборот. Всегда скидывают. А есть наоборот, когда помимо более жильцов просто берут и передают. То, когда учредители или директор управления компании чувствуют, что пахнет уголовным делом, то есть что скоро может быть какая-то угроза жизни граждан или их имуществу, то очень хочется от него избавиться. То есть прошло то время, когда... Вместо того, чтобы? Вместо того, чтобы нормально дом содержать и обслуживать. То есть закончилось время легких денег, когда сборы жителей шли, и ничего на доме не делалось. И настало время, когда действительно нужно что-то делать. Когда люди задают вопросы, и когда в доме что-то случается такое, да, крупномасштабное, что требует больших финансовых вложений. А когда работать не хочется, и хочется просто заработать денег, то это проще дом скинуть, чем что-то реально вложиться и помочь людям, которые платят деньги именно за услуги и ремонту, за услуги и работу по содержанию ремонта общего имущества, а не за то, чтобы там кто-то лучше жил или обогатился. Ага. Андрей, а тогда у меня вопрос вот, какой раз уж мы про деньги заговорили. Есть одна управляющая компания, есть другая. Неважно, там, вот этот процесс перехода каким образом уже осуществился, но так или иначе на счету старой управляющей компании могут быть какие-то деньги, которые платили жильцы. Я так понимаю, что это вот эта графа за содержание и текущий ремонт. Верно, да? Да, да. Вот. Если дом переходит от одной управляющей компании к другой, что происходит с этими деньгами, если они есть? Ну, в том году очень показательный был случай. Дом переходил из ОУК Октябрьского района в Октябрьскую управляющую компанию. Это разные. Это разные или это одно и то же? Ну, нет, юридически это разное, а фактически? Ну, и фактически они тоже разные отчасти. И у них такой был показательный случай, когда через суд новая управляющая компания отсудила остаток вот этих денежных средств на доме в размере почти полтора миллиона рублей. То есть они там дошли до суда кассационные станции, но в итоге решение осталось в силе. Сейчас, когда управляющая компания, от которых дома бегут, увидели, что их деньги, ну, их деньги, хотя это деньги собственников, но не считают их своими, могут забрать, новую управляющую компанию забрать, они в отчетах по управлению дому стали ставить нули, что никаких остатков на доме нет. При переходе, например, 2017 года на 2018 год. Это же заведомо ложная информация. Проверить-то как-то можно это? Как правило, они под эти нули рисуют красивые акты выполненных работ, акты услуг, то есть, что все деньги там освоены, все, ничего, денег не осталось. А более, так сказать, креативно, в кавычках, управляющая компания, еще и умудряются в долги загонять эти дома, что мы вам сделали еще больше работ, чем собрали с вас. Я правильно понимаю, что если в процессе перехода от одной управляющей компании к другой в вашем подъезде начали красить стены, что-то менять, это может быть показателем того, что вам вот сейчас сделают работу, а потом покажут, что мы вот это сделали, и это как раз обошлось в ту сумму, которая была остатком? Нет, это еще не страшно. Самое страшное, что при переходе потом могут с вас еще денег взять. За это? За это. С жильцов? С жильцов. Ага, интересно. То есть вот дом перешел в новую управляющую компанию, они уже в управляющую компанию в новые полгода, и приходят иски в суд, что вы нам еще должны по 20 тысяч за то, что мы у вас крышу ремонтировали, например, в том году. А пусть новая управляющая компания платит? Жильцы-то тут причем? Так для этого вот именно и нужен контроль. Михаил Васильевич. Со стороны жителей, со стороны жителей контроль нужен обязательно. Вот с этого все и должно быть, правильно, Андрей? А жители могут каким-то образом вот эти сведения запросить? Обязательно. Сколько денег было на счету? То есть любой... Постоянно нужно вести систематический контроль с управляющей компанией или с ТСЖ, с чем дома управляться. Я вот этот пример вам сейчас привел. Это было в Слободскон. У них, по сути, одна крупная управляющая компания, муниципальная, называется «Север», и она отремонтировала на доме крышу за полтора миллиона рублей. Это много? Это дорого или нет? Ну, это сложно сказать, это дорого или дешево. Я не эксперт по строительству. А что именно-то? Новое покрытие к крыше? Ну, полтора миллиона за крышу. За полтора миллиона? Это такая рыночная цена или нет? Это объем, на самом деле, да. Надо смотреть от объемов работы, конечно. Суть в том, что когда они сменили другую управляющую компанию, спустя полгода иски от старой пошли в суд, что заплатите нам за ремонт крыши. Мы говорим так, мы им не давали никакого согласия на дополнительные работы сверху установленного размера платы за содержание. Они покажут, как это не давали. Вот протокол, смотрите, общее собрание. И, соответственно, этот протокол все собственники видели в первый раз. А так как его в установленном порядке не оспорили и не признали, ничтожен-то суд, вынес решение в пользу управляющей компании, что туда действительно собственники должны им заплатить. А в какое время можно признать ничтожным? В какие сроки? Ну, у нас вот по специальному правилу это полгода с момента того, как собственник узнал об этом протоколе. То есть он может узнать и спустя год, например. Так. Вот. Но по общему правилу там не больше двух или трех лет. Понятно. То есть вот лучше все равно бдить, следить за информацией, если что-то происходит на доме непонятно, что-то странное, какие-то работы проводятся вдруг, если ничего не проводилось. Лучше написать письмо на каком основании, за чей счет. Если есть какие-то протоколы, то запросить копии протоколов. Письмо написать в управляющую компанию. Как минимум. Как минимум написать. Или посмотреть еще на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, которая с этого года должна была в полной мере заработать. То есть постоянно надо мониторить ситуацию и быть в курсе событий. Михаил Васильевич, да. Да. Так вот. Вы так поделитесь своим опытом. Как у вас это происходит? Так вот как раз я к этому и хотел сказать, что для того, чтобы с компанией компания, для того, чтобы работать, во-первых, нужно инициативных людей подобрать, людей, и чтобы правление было, и старшие по подъездам хотя бы они что-то немножко хотя бы понимали в этом деле и вели постоянный контроль с управляющей компанией. Иначе ничего не получится, если не будешь. И даже я вот могу сказать. Давайте более конкретно, что контролировать, вот что именно. Пожалуйста, конкретно. Да, конкретно. Во-первых, надо начинать любому дом, любой дом, не с выбора компании, а с выбора активистов. Да. Подобрать активистов, подобрать старшего. Как это делается, вот у нас, например, так же вот это было, так же сначала было, хотели уходить отправляющие компании, мы нашли людей, у нас большой дом, десятиэтажный, семиподъездный, мы нашли людей, у нас есть бухгалтер. Сколько человек проживает у вас? У нас проживает порядка 700 человек, 280 квартир. Мы нашли, у нас есть юрист есть в правлении, есть бухгалтер, с которыми можно, ведь не знает председатель, все, не может это сделать, вот тут подсказывает. Обращаемся всегда и вот к экспертам, сразу начинается с этого, если что-то непонятно. Но вам проще, у вас много собственников и есть возможность содержать и бухгалтера, и юриста, понимаете? Вы знаете, я думаю, что у нас же в каждом доме есть вот такие люди инициативные и недовольные. Дом, пусть будет дом маленький, но там пусть будет три человека. У нас вот, например, и старшие по подъездам, и ревизионная комиссия создана, и все как положено. И мы следим, мы даже сейчас, вот, например, поставлен вопрос, у нас обслуживает, у нас не управляет компания, обслуживает, да, обслуживает, апрель. Мы тоже сначала, когда начинали, вот, когда инициативных собрали людей, мы тоже хотели, что вот там были непорядки, все было и в подвале грязь и все прочее. Но потом нашли общий язык, стали с них требовать постепенно и смысла переходить. Мы просто не видим куда-то. Зачем? Когда у нас сейчас все наладилось, они выполняют наши все требования. Зачем это нам менять эту компанию на другую компанию? Еще неизвестно, как она будет работать. Да, и ты не знаешь, вот именно ту другую компанию и не знаешь. А тут надо знать еще и понимать, что ты можешь требовать. Ну, это требует... Что именно? Мы даже вот работу, это уже чисто, например, председатель работы, за хозяйственной деятельностью следить. Это уже делается, ну, как сказать-то, смотришь заявки, чтобы они вовремя выполняли. Заявки, например, я вот лично, я их подписываю каждый месяц. Я смотрю, что... Вот была заявка, проверяем с мастером, с обслуживающей компанией, проверяем. Заявки такие-то, такие-то были. Выполнены, не выполнены. Вот типа того и постоянные. Финансовые тоже. Что-то, если они делают, делают или предлагают делать. Но все работы они делают по нашему, по нашим заявкам и по нашему согласию. Если большие работы, то это принимается решение общего собрания. А эти все вот мелочи, которые у нас положены, они делают, мы за ними просто следим. У нас есть список, что они должны сделать, что они не делают. Двор у вас сейчас почищен. Да, вот нет. На завтра уже трактор заказан. На завтра уже заказан. Да, трактор на завтра заказан. За этим я тоже слежу и заказываю трактор, я заказываю. Ну, как председатель, да. Да, потому что мастер, у них компания большая, мастер, каждые дворы, видимо, не успевают обойти. Она со мной согласовывает, я с ней даю добро, она заказывает трактор, мы делаем. Не, ну главное, что вы на связи постоянно. У нас сейчас большая рекламная пауза. Через 2 минуты вернемся в студию, продолжим тему про смену управляющей компании. Продолжаем наше общение, давай еще представим наших гостей еще раз. Представителям, которые звонил накануне и просил пояснить, собственно, их планы в отношении дома по адресу Романа Ердякова, 16, оставил и там, и там свои координаты. Надеюсь, что люди взрослые, совестные, хорошие, перезвонят, выйдут с нами на связь, пояснят. У них много дел, Володя. Я делаю предположение, вам есть что скрывать. Те материалы, которые вот у нас, которые разосланы по почтовым ящикам, да, когда УК-25+, обвиняют в том, что она, не знаю, мошенник, недобрепорядочная компания. Вот имейте в виду, собственно, имейте в виду, собственно, все эти вещи на вашей совести. Значит, мы делаем вывод, что у вас что-то там за пазухой скрываете. Ладно, поехали дальше. Кстати, у нас есть опрос на нашем сайте, да, Витя? Да, надо напомнить. Я, насколько помню, перед эфиром, у меня, к сожалению, сейчас под рукой нет компьютера, я заходила на страничку ВКонтакте, печальная совершенно картина вырисовывается. Еще печальнее на сайте. Более 70% голосуют за два варианта порядочных, добросовестных управляющих компаний в Кирове. Либо единицы, либо нет ни одной, вот так. Ну да, даже больше 70%. На нашем сайте, хакирова.ру, нет ни одной, почти 43% голосуют вот так. Ну и на втором месте популярности почти 30% единицы. Ну, то же самое. Мне кажется, добросовестным управляющим компаниям сейчас обидно стало. Но это еще, знаете, может, почему? Да. Это может и потому, потому что до людей еще не доходит полностью информация. Они не знают, например, что сделано по дому, какие работы в подвале. Они не знают. Но они не видели, да. Да, они не верят. Вот мы, например, все это выкладываем, все, пожалуйста, у нас есть доска объявлений. Мы все пишем, что вот это на собрании принимают. А на каждом подъезде у вас или есть общая какая-то во дворе? На каждом подъезде еще общая есть перед домом. Ага. У меня, знаете, какой вопрос к вам, Михаил Васильевич, скажите? У вас вот из 280 квартир активно себя ведут и участвуют в собраниях общих и прочих. Примерно какой процент? Значит, на собрание, как обычно, собираются, ну, так будем сказать, где-то процентов 40-45 на собрание, на общее собрание собираются. Это где, во двор выходит? Нет, у нас сейчас есть, да, раньше были во дворе. Сейчас мы в подвале организовали, у нас есть, мы назвали его красный уголок помещения, отремонтировано помещение. Мы туда, туда входит как раз вот треть, четверть, то есть треть граждан. Ну, человек 200 входит. Да. 200-300. Нет, 200 не входит. Не входит. Человек 150 нормально туда входит. Человек как раз вот для таких обществ. Правление, собрание проводит. Я понимаю, почему. То есть можно закрыть и пока не договоримся, не выйдем отсюда. В подвале. Все там. Зато это не на улице, не надо кричать, надо в тепле все. А тем более, что собрания общие проводятся, а не где-то вот в феврале мы проводим, его надо делать и на улице нет. Так что здесь. А голосуют у нас все, вот последнее время голосуют за, я говорю вот именно за какие-то мероприятия, за работу и за работу обслуживающим компаниям. У нас голосуют до 90% по бюллетеням. И это реальные люди, да. То есть за них никто не расписывается. Поддерживают, которые нас поддерживают и которые идут вот на это. Так что мы пока, я считаю, что неплохо справляемся. Сергей Исупов, у меня вопрос. А у вас вот те дома, которыми вы занимаетесь, у вас насколько активно жители себя ведут? Насколько их вообще занимаются? Ну, у нас на сегодняшний момент в управлении 4 дома находятся. Мы молодая управляющая компания, мы начали в прошлом году только работать активно, скажем, по привлечению домов. И у нас дома в основном так и получается, что активно, в которых также принимает участие в собрании порядка 60%, ну, в среднем людей, собственников. Да, ну, там тоже самое главное ведь у нас довести информацию для людей грамотно, чтобы они могли принять решение. А вас выбирали, это какие-то новые дома, новостройки, вот у вас ваши 4 дома, или это люди, которые перешли к вам от других компаний? Нет, это люди, которые пришли к нам от других компаний. Так, а как же вы их уговаривали переходить? Новая компания, которая только создалась, у которой нет еще репутации. На самом деле, ведь, допустим, я не просто так перешел с улицы в управление, я раньше работал в другой компании, управляющей, на разных должностях, в общем-то, и главным инженером работал в компании, скажем, директором. Вот, и люди просто по старой памяти, скажем, знают, как работаю я, именно какие качества деловые, вот, и, соответственно, из этого всего делали вывод, что необходимо перейти из другой компании. Но вы же их как-то информировали, да, что теперь есть новая управляющая компания? Конечно, конечно, мы, также ведь вопрос в том, что когда я работал на руководящих должностях, мы же с председателем общения полотно-связь держали постоянно на созвоне, как бы, да, и они когда узнали, что я перешел, ну, как создал свою компанию, они, скажем, задали вопрос, можно ли рассмотреть вариант перехода, я говорю, конечно, возможно, также мы прошли осмотр дома, там, скажем, предложили работы, какие необходимо провести, и, соответственно, согласовали тарифы, вот и все. За переход какой процент собственников голосовал, ну, вот, примерно так, в среднем, по всем домам? Ну, по-разному, на самом деле, вот, ну, от 50, скажем, 5 процентов до 60, там, 8 процентов, скажем, голосов, люди голосовали за переход. То есть больше половины, но не подавляющее большинство. Ну, дело в том, что у нас ведь, на самом деле, собственники не всегда проживают в тех домах, где у них нету собственность, да, и, соответственно, когда мы информируем людей о проведении собрания, в основном это происходит на стендах, которые находятся в местах общего пользования, люди, соответственно, и расслеживают, они просто не знают о проведении собрания. Так, у нас остается буквально 5 минут, я думаю, что эта часть программы наша должна иметь сугубо практическую пользу, сейчас мы расскажем, что, да, как все-таки дадим еще раз, мы много об этом раз говорили в эфире, но все-таки еще раз раздадим рекомендации, как, собственно, поменять грамотно управляющую компанию. Но перед этим, Андрей, насколько сейчас вот это движение по смене компании, оно активно в городе? Много очень людей интересует этот вопрос, что надо менять. Ну, давайте с того начнем, как понять, что управляющую компанию надо менять, что может быть лучше, что надо что-то менять в лучшую сторону. Во-первых, если никакой реакции адекватной от управляющей компании нету... На жалобы. На жалобы, на обращения, на заявления, если идут регулярные отписки, то есть, как правило, все видно по отпискам. То есть, если собственник обращается с запросом, прошу предоставить мне отчет об управлении домом за 2016 или 2015 год, правильщик компании говорит, нет, все есть на сайте. На сайт заходишь, на сайте ничего нет, этот собственник пишет в государственную жилищную инспекцию, та дает штраф там 150 тысяч, например, за то, что нет информации на сайте. Дальше собственники пишут, говорят, предоставьте нам информацию о потреблении тепла, так как за отопление мы много платим. Они говорят, все у вас в квитанции есть, отстаньте от нас. Хорошо, там собственники опять пишут в жилищную инспекцию, в жилищную инспекцию проводят проверку, находят нарушения и собственникам там возвращают по 5 тысяч. Там собственники дальше говорят, давайте мы будем вместе снимать показания со счетчиков, будем смотреть, что там у нас на крыше, что вы там сделали, что в подвале. Они говорят, нет, по правилам безопасности мы вас пускать не можем, у вас нет допусков, и вообще это можем делать только мы. То есть, когда вот постоянно идет такое сопротивление к каким-то действиям, к какому-то участию, да, там, совета дома или председателю совета дома, активных собственников, то необходимо этот вопрос ставить, а что же все-таки действительно делается на те деньги, которые собираются с жителей. А внешние там признаки, ну, например, вот, люди же видят, когда... Внешние признаки, самый простой внешний признак, это мусор. Мусор. Где-то почищено, где-то не почищено, да? Да, если бачки полные, мусор вываливается из-за всех щелей, если на детской площадке одна качель, и то скрипит, и скоро развалится, если трактора никто за всю зиму не видел у себя во дворе, и машины в сугробах не могут выехать на дороге общего пользования, соответственно, нужно понимать, что работы на доме проводятся минимально, вот, и поэтому, конечно, жители хотят, чтобы их деньги шли по назначению, чтобы те рубли, да, там, драгоценные, которые они зарабатывают, каждый месяц получают в виде зарплаты, чтобы они шли не на обогащение руководителей управляющей компанией, а именно на их дом. Вот, Андрей, а теперь вопрос такой. Хорошо, люди видят, что старая управляющая компания не дорабатывает, да, она закрыта информационно, они не могут получить какую-то информацию, решение о смене компании принято. Как понять, что ты в правильное место, ты уходишь к правильной компании? У нас, вот, например, в доме у мамы, я, насколько понимаю, одной из определяющих причин было то, что новая управляющая компания, их офис находится в доме напротив. А офис старой управляющей компании, он находится там в трёх или в четырёх кварталах. И вот активные жители, они просто вот здесь близко, вот здесь близко нам ходить, там спрашивать и прочее, давайте туда перейдём. Вот. А ведь не факт, что она хорошая. Я бы не стал ставить какую-то удалённость или, например, близость... Это не причина. Как определить? ...нахождение офиса управляющей компании к дому. Я вот в своё время делал как? Я обзвонил порядка десяти управляющих компаний, которых считал более-менее адекватные. Ну, на тот момент я... Добросовестные. Да, думал, что недобросовестные. Вот. Потом понял, что... Печально так. И задавал вопросы. Это я заблуждался, да. Я говорю, давайте встретимся, обсудим. Вот мы планируем сменить управляющую компанию на доме. Пострещался с одним руководителем, со вторым, с третьим, с четвёртым. И у всех одна задача – заработать денег на доме. То есть, никто вот мне не сказал, а давай мы сначала съездим к тебе на дом и посмотрим, что там надо делать. Я говорю, так дом новый. А они такие, о, так тогда ничего не надо делать там. Тогда мы вас берём, да? Мы тут, значит, зарплата директора, бухгалтера, там, сантехника, электрика, теплотехника, плюс там накладные расходы, вот ещё наша маржа, 30% по вашему дому будет 18 рублей с квадратного метра. Ну, что это за подход? Я и собственники в нашем доме, мы не планируем финансировать тот штат, который работает в управляющей компании. Мы хотим оплачивать за услуги работы на доме. Вот если бы нам дали перечень работ, которые хотят сделать на доме, их периодичность, стоимость, вывели бы на один квадратный метр, мы бы это рассмотрели. Компанию-то в итоге поменяли вы? Не поменяли. Не поменяли. У нас, к сожалению, время заканчивается нашего эфира. Я не знаю, темы по ЖКХ, вот они всегда вызывают огромное количество вопросов. Вот, и я думаю, что не в последний раз мы собираемся. Я благодарю наших гостей Андрея Воробьёва, Михаила Назарова, Сергея Исупова. Мы с Владимиром не прощаемся. Вернёмся в следующем часе. Простите, да, будем к вам обращаться за консультациями, да, потому что вы специалисты в этой сфере. Так что договорились. Спасибо большое за сегодняшнюю программу. Спасибо.